Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что соглашусь с коллегой, так, Алексенко Иоланта Юрьевной, которая сказала вам, что все дело в отношении. В отношении вашим к тому, что происходит. То есть, понимаете, существует определенный сценарий вашего поведения, в котором можно выделить пока что не только некоторые элементы. Первый элемент – это стыд, сравнение себя с другими людьми. Второй элемент – это раздражение, то есть, болезненность. Третий элемент – это несоответствие, видимо, несоответствие ваших способностей, ваших возможностей, ваших средств, значит, тем ценностям, которые у вас есть. Вот. Третье – это стремление, ну, пусть и подсознательное, ну, все же стремление, значит, соответствовать общественному мнению, значит, которое также давляет над бандой. Вот. Вот, в принципе, такая история. Если дать ответ краткий на ваш вопрос, то я бы сказал так, в процессе, или я не хотел об этом говорить. Все. Я второй год в поиске работы, почти вы. Найти работу по моей специальности, не имея опыта, не так-то легко. А почему вы, будучи в возрасте приблизенным к 30, не имеете опыта по работе в своей специальности? То есть, насколько организована ваша трудовая деятельность и что она ставит в качестве своей цели? Я подрабатываю, но постоянного занабочка нет. То есть, здесь имеет место быть нереализованность. Отсюда неудовлетворенно. Личной жизни пока что тоже нет. Я одна. Всем это связано? Боитесь близости, не умеете себя вести, как женщина, не имеете достаточного круга интересов, то это тоже нужно разбирать. Родня, соседи и знакомые просто уже заколебали вопросами, ты нашла работу, когда замуж, тебе скоро 30, останешься в девках. Вы не думали о том, что за этими вопросами скрывается желание не заботы о вас и не сочувствия, скорее жалости. То есть, этим людям нужно вас жалеть, чтобы чувствовать себя лучше. Меня учасно бесит эти вопросы. Чем? Почему? Какие чувства вас это вызывают? Откуда такая реакция? Начинаешь объяснять ли, лезет давать глупые советы или сочувствовать? Ну вот, глупые советы это обесценивание. То есть, вы аноним обесцениваете то, что вам говорят другие люди, а значит, обесцениваете людей. Советы могут быть глупыми, но говорить, что они глупые, значит, создавать такой, знаете, знаете, как, стереотипный заслон. То есть, если вы обесценили один совет одного человека, то вы можете обесценить другого человека, а значит, вы можете оттолкнуть от себя по-моему, с кем вы могли бы построить отношения. То есть, у вас нет непосредственного, безусловного восприятия людей. Так, значит, то есть, вы не отдаете себя отчетом в том, что вы начинаете объяснять, вы сами располагаете людей к этой игре. Я только пытаюсь вам помочь. Есть такая игра, можете почитать о ней в интернете. Игнорирующие вопросы, через время еще более напористые лезут. игнорировать не нужно. Нужно просто иметь свою четкую позицию. И снова и снова ее подтверждать. Чтобы люди увидели, что этот путь для них закрыт. Это последовательность, терпение и вежливость. Но вы говорите, что достали до белого коленя. опять же, это ваша реакция. Это следствие ваших чувств, ваших эмоций. Каких? Что за этим всем скрывается? Какие у вас противоречия? Какие у вас страхи? Ведь чем-то же вас задевает подобные вопросы. Вот то, чем они задевают, и нужно разбирать. И на основе этого корректировать ваше поведение. Старует ощущение, что каждый считает своим своим долгом сунут ночью, живую жизнь. Бравильно, потому что своей жизни нет. Да, на фоне их детей, работающих с границ, имеющих коттеджи, под Москвой, пятикомнатные квартиры в Москве, я неудачница. А вот видите, да, это сравнение. Сравнение себя с другими. Откуда оно пошло? С чем оно связано? Да? Я уже не могу. Не можете что? Достали они чем? Давление идет на меня и на моих родителей. то вопросами задал ли вы, то советами ли вы, как реагировать и как избавиться от такого внимания в себе. Как реагировать сказал, как избавиться от внимания, я бы рекомендовал вам обратить свое внимание на треугольник Карпмана, треугольник Судьбы, где вы сейчас находитесь в позиции жертвы. И по сути играете в игру, как разве это не ужасно, и это все из-за них. Обратите на это внимание, почитайте про эти игры, разве это не ужасно, и например, ну, например, все из-за тебя, да, ну, можно еще почитать про родительский комитет, вот, я сейчас здесь объяснять это не буду, вот, вам станет понятнее, это первое, и второе, отношение к возрасту ваше, нуждается в корректировке и проработке, потому что это вы выделили, что вам скоро 30, а это значит, что для вас это важно, а это значит, что люди задели вас что-то больного, ну, и так далее. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, такой небольшой постскриптум, да, вы реагируете на ответ на людей не соответствующим образом. Вопросы, они будут всегда, обсуждения, советы будут всегда, но необходимо понимать, что если люди настойчиво что-то делают, им в этом есть своя выгода, а если у них есть своя выгода, это означает, что они играют с вами в играх в игру, да, они играют с вами в играх, и вам не нужно поддаваться на игру, игнорирование или объяснение это и есть по сути то, что в психологии называется приключением, ловушкой, ответом, тогда знаете не надо соблюдать границы и не позволяйте себе играть в игры, но и у вас тоже есть выгода от этого возможно какая-то знаете возможно вам нравится их внимание в глубине души самое что вам его не хватает так и да оно болезненно да оно неприятно но хоть такое ведь ребенок например он почему вот появляется да мазохист например потому что ребенка бьют да ребенка ругают но он выбирает такое внимание ибо такое внимание лучше чем никакого для ребенка ну и вы когда-то тоже решили действовать возможно так так что обратите пожалуйста на это внимание по поводу работы и по поводу того что вы одна здесь все упирается в ваши ценности то есть и работа и ваша личная жизнь сейчас мне кажется воспринимается как некий элемент социального статуса который возможен быть и переживания по поводу того что у вас этого нет как только вы найдете свою цель как только вы найдете дело которое будет снять вам удовольствие именно в плане процесса все это отойдет на задний план вы будете счастливы вам будет просто плевать кто там что говорит пока не плевать это значит у вас внутренние конфликты которые люди просто напросто вам как бы показывают именно поэтому вас соответственно возьмите на себя личную ответственно за свои чувства разберитесь не с тем что вы хотите с противоречиями с препятствиями и так далее вот и все а других людей не поменять и правильных слов для всех людей не найдешь я желаю вам всего самого доброго и удачи